по профилактике, обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и антибиотикопрофилактики. Несколько лет назад были разработаны некие тезисы коморбидности, которые опубликованы, терапевты очень часто обсуждаются, приводятся. И доказано, что коморбидные болезни не только увеличивают затраты на лечение, но и неминуемо снижают и приверженность к лечению, и эффективность лечения пациентов, которые проходят непосредственно наблюдение и лечение под основного заболевания. Каким же образом можно оценить коморбидность? Разработано достаточно много тестов, стратегий оценки коморбидности пациентов. Из наиболее известных можно сказать о тесте Чарльсона, который опубликован был в 90-е годы, а потом модифицирован в 2000-е годы. Ввели туда понятие хронической и шимической болезни сердца и сердечной недостаточности, что было недостатками этого теста. Что же можно посмотреть, каким образом оценить коморбидность пациента, которому планируется хирургическое лечение, оценить риск смерти возможной у этого пациентка, риск развития осложнений? Это, в первую очередь, конечно, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярные, хронические заболевания системы органов дыхания, наличие онкологических заболеваний. Шесть баллов сразу ставится, если у пациента ВИЧ-инфекция в стадии СПИД и имеются метастазы опухоли. Также важно состояние печени у пациентов оценить. И немаловажным является то, что после 40 лет по каждому критерию необходимо, если он есть, добавлять один балл. То есть возрастная составляющая является достаточно выраженной при оценке коморбидности. Вот более известная, возможно, среди таракальных хирургов книга по таракальной онкологии, где в разделе, который подготовлен Александр Брунелли с автором, приводятся данные оценки коморбидности и возможности выполнения операции по поводу рака легкого у пациентов, которые имеют коморбидность и произведена оценка. И влияет на выживаемость пациентов, в первую очередь, возраст и степень коморбидности парчарсона уже более одной единицы. То есть этим параметрам придается общее значение, входит оценка коморбидности, необходимое для оценки возможной переносимости операций и таракальной онкологии. Что касается туберкулеза. По тем сообщениям, которые опубликованы по структуре пациентов с впервые выявленным туберкулезом, можно сказать, что от 50 до 80% случаев впервые выявленного туберкулеза сопровождаются какой-либо коморбидной патологией. Сочетается и с хроническими заболеваниями органов дыхания, диабет, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и в различных публикациях эти данные разнятся, но в принципе перечень тех заболеваний, которые сопровождаются туберкулезом, непосредственно связан патогенетическим, достаточно широкий. Мы посмотрели за последние данные, привожу данные нашего центра, за последние два года именно хирургического стационара, хирургических отделений, целый широкий спектр сопутствующих заболеваний и гепатиты, и ВИЧ-инфекция, патологик сердечно-сосудистой системы. Но что хотелось бы отметить, не только коморбидность пациентов, которые поступают для хирургического лечения, но и полиморбидность. То есть только у 40% пациентов не было отмечено в медицинской документации сопутствующих заболеваний. Одно заболевание было у 25%, а два и более заболеваний было практически у 40% наших пациентов. То есть одного и того же пациента, как правило, встречается два и более коморбидных состояний, которые требуют не только оценки, но и коррекции в процессе подготовки к хирургическому вмешательству. Довольно стандартная ситуация, не так часто встречается сочетание рака легкого и туберкулеза. Насколько это коморбидные состояния, сложно оценить, но то, что они влияют на общее состояние пациентов, и при планировании хирургического вмешательства нужно учитывать. Возможное наличие новообразования здесь с этим сложно поспорить. Другая категория пациентов, когда мы не знаем о наличии новообразования 100%, но имея фокусное образование, как правило, пациент поступает из терапевтического стационара, ну не как правило, в том числе леченной, проведено не один курс партиотуберкулезной химиотерапии иногда, но динамики не отмечается. Вот у этой пациентки было установлено наличие опухоли, и была выполнена нижняя лобокотомия с региональной лимфодисекцией. Что касается грибкового поражения, достаточно нередкая ситуация в нашей практике, и, безусловно, непосредственно резекционная хирургия только способна излечить при возможности этого пациента, но нужно здесь, для того, чтобы гладко прошел послеоперационный период, некоторые меры предпринять, а именно непосредственно, даже если мы имеем типичную рентгенологическую картину, как на данной демонстрации, необходимо исследовать мокроты, мокроту на поиск грибковой инфекции, операционный материал, причем с изучением возможной чувствительности к антимикотическим средствам. И в послеоперационном периоде обязательно провести лечение по поводу грибковой инфекции. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Достаточно тяжелый пациент с бронхиальной фистулой после выполненной при иммуноктомии по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза. И целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе существенная патология со стороны желудочно-кишечного тракта, не позволяющая пациенту полноценно питаться. Пациента не только благодаря хронической гнойной интоксикации, туберкулезной интоксикации, наблюдалась кохексия, но и из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта. Проводилась коррекция и лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита, нутритивная поддержка. Пациент был оперирован, была выполнена тростернальная внеперикардиальная окклюзия пульту левого главного бронха. И в дальнейшем состоянии пациента драмбализовалась. Туберкулез и бронхоэктотическая болезнь. По данной пациентке очаговый туберкулез, успешно леченный в верхней доле правого легкого. С левой бронхоэктотическая болезнь. Сложно нам сейчас оценить, была ли она симптомной или без симптомной. Но так или иначе, была попытка лечения бронхоэктотической болезни с установкой клапанного бронхоблокатора. После удаления клапанного блокатора развился стеноз бронхо-базальной пирамиды нижней доли слева. И уже была выполнена операция в не очень благоприятный период. Как мы видим, идет гнойное расплавление базальных сегментов нижней доли левого легкого. И в этой не очень благоприятной ситуации пациентка была оперирована. Так или иначе, это был единственный шанс уже. И сейчас обсуждается с ретроакальными хирургами вообще показания к хирургическому лечению бронхоэктотической болезни, особенно к распространенному форуму бронхоэктотической болезни. Стоит ли их оперировать, так как это было 20 лет назад, 30 лет назад, когда любой бронхоэктос расценился как показания к операции практически. Сейчас достаточные успехи антибактериальной терапии, длительные ремиссии позволяют этих пациентов во многих случаях даже отказаться вообще от хирургического лечения. На данной ситуации уже варианты терапевтического лечения были исчерпаны, пациентка была оперирована, выпала нижняя лобоктомия слева. Туберкулез и сахарный диабет. Колоссальная проблема вообще в целом, для проведения хирургических вмешательств достаточно серьезная и нерешенная проблема. Безусловно, этих пациентов желательно вести совместно с эндокринологом и проводить переоперационный период и корректировать инсулинотерапию по фактической гликемии. Если это не делать, то череда осложнений может быть неминуя быть при этих операциях. Пациент средней доли туберкуломы, классическая, серповидный распадом, его длина средняя доля. Еще один пациент с сахарным диабетом, выполнена резекция верхней доли левого легкого по поводу туберкуломы с распадом и в результате была выявлена еще устойчивость к казинеазиду. Достаточно сложный тяжелый пациент, 56 единиц в сутки инсулинопотребность и опять же полиморбидное состояние, гипертоническая болезнь высокого риска и осложнение диабет плюс, варикозная болезнь вен нижней конечности. Что касается пациентов с сахарным диабетом, здесь нужно взвешивать действительно все риски. Одну пациентку мы вынуждены были отказаться от операции, когда у него были выявлены признаки острого коронарного синдрома, несмотря на то, что пациентка была стабилизирована, с учетом осложненного течения, развития тромбоэмболии, выявленной у нас легочной артерии, пришло было от операции воздержаться. Хотя в целом при анализе послеоперационных осложнений мы не выявили у себя в клинике серьезных осложнений, связанных именно с наличием диабета. Ну вот в одном случае была декомпенсация сахарного диабета, что потребовало лечения, выделения интенсивной терапии с целью стабилизации этой пациентки. Туберкулез и некие психические заболевания встречаются не так редко также у наших пациентов. Например, у этой пациентки была так называемая нервная анорексия, пациентка сама отказалась от питания, достигла уровня кохексии, развилась инфильтративный туберкулез, нижняя доля правого легкого осложнена поливритом. И, конечно, этих пациентов нужно после коррекции веса, с нутритивной поддержкой, желательно под контролем психиатра, для того, чтобы в последующем у этих пациентов не было рецидива туберкулеза. Туберкулез и зависимость от психоактивных веществ, в том числе связанных с употреблением систематического алкоголя. Пациент был выявлен 20 лет назад, не лечился, не наблюдался и уже поступил по скорой помощи в городскую больницу с легочным кровотечением. И мы видим разрушенное левое легкое, процесс имеется в правом легком. Этих пациентов приходится оперировать и в отсроченном периоде, конечно, после проведенной противотуберкулезной терапии, но надо учитывать, что у пациентов, употребляющих и злоупотребляющих алкоголем, возможно развитие абстинентного синдрома в послеоперационном периоде, как правило, на 3-4 день после операции. И пациентов нужно вести совместно опять же с наркологом и психиатром. Что касается сочетания с амфиземой хронической обструктивной болезни легких, участие возрастных пациентов, приходится их оперировать на фоне уже измененных легочных объемов, связанных с длительным течением и туберкулеза, и хронической обструктивной болезни. Эта пациентка была оперирована подлинно комбинированную изъекцию левого легкого. Как мы видим на верхнем послеоперационном снимке, легкое было недорасправлено на первые сутки после операции, потребовалось наложение искусственного пневма перитонеума. И некие принципы есть определенно дренирование. Необходимо стремиться как можно к быстрейшему расправлению легкого после операции с одной стороны, с другой стороны необходимо проведение дренирования и аспирации воздуха достаточно контролируемое, нельзя перерастягивать эмфизематозно легкое. То есть необходим уровень разрежения подобрать именно такой, при котором легкое расправлено, но нет излишнего перерастяжения его. И вот такие некие механизмы ведения послеоперационного периода позволяют расправить легкого, зафиксировать его в этом положении, несмотря на наличие абструктивной болезни, поскольку таких пациентов с фиброзно-ковернозом, с хроническим фиброзно-ковернозом, туберкулезом, легким, осложненным кровохаркин или выжденными кровотечениями, приходится оперировать. Туберкулез и ВИЧ-инфекция сегодня касались наши лекторы этого вопроса. Достаточно сложная группа больных, но пациентов мне видится, что в большей степени нужно ориентироваться не на наличие CD4 клеток, не высчитыванием их заниматься, а приверженность к лечению пациентов, к хирургии и вообще к лечению. Вот этот пациент и целый ряд пациентов у меня есть, которых мы оперировали, достаточно в низком статусе, около 50-70 клеток, ниже 100, но не имели никаких проблем в послеоперационном периоде. Пациент принимал антиретровирусную терапию, она эффективна, РНК ВИЧ не обнаруживается, но роста уровня CD4 клеток у этого пациента длительное время не наблюдалось, может быть, в том числе из-за наличия такого активного туберкулезного процесса. Мы в последующем отследим этого пациента, имеется ли рост уровня CD4 клеток у ряда пациентов. Мы наблюдали, что после удаления основного очага туберкулезной инфекции при наблюдении увеличился уровень CD4. У этого пациента процесс еще был осложнен туберкулезом, к сожалению, не запускается фильм, туберкулезом бронха второго сегмента, что не позволило этого пациента сделать объем меньше, чем лобокотомия. Не всегда удается выполнить резекционную, чисто резекционный этап хирургического лечения. У ряда пациентов приходится комбинировать, например, резекцию строкопластики, как у этого пациента была выполнена резекция. Как мы видим, достаточно большая каверна верхней доли правого легкого, однако практически тотальная очаговая диссеминация справа, наличие очагов слева явились показанием к дополнению резекционной хирургии проведения коллапса хирургического вмешательства. Таким образом, у ВИЧ-инфицированных пациентов конечно же операции предпочтительно выполнять на фоне приема антиретровирусной терапии пациентами и при неопределяемой вирусной нагрузке. Отдельная тематика сочетания туберкулеза и ковида. Конечно, новая коронавирусная инфекция наложила определенный отпечаток на наши хирургические вмешательства, но после операции у ряда больных мы наблюдали коронавирусную пневмонию. К счастью, мы не наблюдали летальных исходов, все пациенты были стабилизированы и вылечены от коронавирусной пневмонии, но состояние серьезно ухудшалось после выполнения операции, если присоединялась коронавирусная инфекция. что касается возраста, я любезно предоставил Евгений Белиловский слайд, который демонстрирует, что в целом возраст пациентов больных туберкулезом увеличивается, то есть мы получаем более возрастных пациентов и только ВИЧ-инфекция влияет на возрастную составляющую, пациенты с ВИЧ-инфекцией это относительно молодые пациенты, но там тоже отмечена тенденция к увеличению среднего возраста больных ВИЧ-инфекцией ВИЧ-туберкулез. Таким образом мы имеем дело с коморбидными пациентами более старшей возрастной группы и возраст более 40 лет это тот возраст при котором развитие коморбидной патологии наиболее часто встречается и риск выполнения хирургических вмешательств у этой группы он существенно выше, чем у лиц более молодого возраста Хотелось бы сказать несколько слов о возможной профилактике тромбоэмболических осложнений Есть целый ряд шкал для оценки Мы используем шкалу каплини для оценки риска тромбоэмболических осложнений В зависимости от этих рисков проводится профилактика тромбоэмболических осложнений Это в нашем учреждении установлено приказом директора по центру Еще одна тема которую необходимо видимо затронуть в данном разделе это хирургическое лечение пациентов которые получают длительное время антибактериальные препараты Мы понимаем что лечение шкалу туберкулеза невозможно без препаратов третьей линии это антибактериальные препараты широкого спектра Потом общее засилье скажем так антибиотиков в пищевой промышленности может приводить к тому что мы получаем наших пациентов уже с заведомой лекарственной устойчивостью не только противотуберкулезных препаратов но и к антибактериальным препаратам направленным именно на профилактику и лечение неспецифических гнойных осложнений в послеоперационном периоде и рост резистентной флоры наблюдается во всех группах пациентов во всех стационарах Российской Федерации поэтому применяется система у нас переоперационной антибиотикопрофилактики а также у пациентов которые имеют риск развития гнойно-септических осложнений эмпирической антибактериальной терапии для того чтобы предотвратить развитие серьезных неспецифических гнойно-септических осложнений заключение мне бы хотелось сказать что большинство пациентов имеет коморбидную патологию и мы должны безусловно учитывать это и подходить со всей внимательностью учитывать лекарственные взаимодействия и в настоящее время таракальный хирург хирург который занимается лечением туберкулеза органов дыхания должен знать не только принципы хирургического лечения пациентов но и принципы лечения коморбидной патологии учитывать это в планировании операций и в расчете риска прогнозирования послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности в итоге хотелось бы все-таки некое подвести итог своей презентации и тем лекциям которые сегодня были прослушаны мы находимся в той ситуации когда мы понимаем что эффективность партиотуберкулезной химиотерапии она ограничена в ряде случаев она достигает своего предела и без применения комплексного лечения хирургических методов лечения достаточно сложно этих пациентов оздоровить мы имеем целый ряд новых высокотехнологичных методов лечения это высший пилотаж хирургии ярко это было представлено в лекции Петра Казимировича Яблонского мы имеем наши старые рутинные операции и собственно говоря лобэктомия она останется лобэктомией вне зависимости от того если вы сделали торакоскопически открыто или с помощью роботической хирургии на мой взгляд в первую очередь должны стоять интересы пациента и в первую очередь безопасность пациента эффективность операции и удобство выполнения для хирурга и для каждого конкретного больного можно подобрать тот вид хирургического воздействия и комплексного лечения предоперационной подготовки который наибольше подходит я надеюсь что школу смотрит ряд тезиаторов и мне бы хотелось чтобы визит торакального хирурга в отделение терапевтическое не был сопоставим с картиной Репина не ждали когда вроде бы все хорошо и тут пришли торакальные хирурги и сказали что нужно кого-то оперировать именно мультидисциплинарный подход взаимодействие торакальных хирургов с тезиаторами со специалистами терапевтического профиля клиническими фармакологами на мой взгляд приведет к большим успехам торакальной хирургии в тезиохирургии в проблеме лечения именно хирургии органов дыхания благодарю за внимание